Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». О том, что такое память, рассуждали многие мыслители. Великий русский ученый XIX века Иван Сеченов называл память человека едва ли не самым великим чудом животной и особенно разумной организацией. Чем же является память? Чем-то непостижимым, сверхъестественным, лежащим далеко за пределами человеческого понимания? Или это вполне объяснимый процесс? Выясним сегодня. Человеческая память – одно из самых удивительных творений природы. Если бы ее не было, то мы не могли бы узнавать друг друга и общаться. Люди бы забывали свое прошлое и в итоге жили бы только в настоящем. Память определяет очень многое. При помощи нее мы сохраняем, классифицируем информацию и мгновенно ориентируемся в ней. Один какой-то ученый подсчитал, сколько человеческий мозг может вместить информации. И он так прикинул, и оказалось, что это вся Ленинская библиотека, все тома, которые там в наличии, вот это все способно уместиться в человеческом мозгу. И это подтверждает наличие неких каких-то феноменов, которые существуют в нашей обыденной жизни. То есть появляются люди, которые обладают какой-то уникальной способностью к памяти. Они называются феноменами. Российский академик Александр Лурия исследовал процессы памяти. В течение 30 лет он работал с клиентом по фамилии Шерешевский. Он пришел в июле 1926 года в лабораторию молодого, тогда еще неизвестного психолога, и попросил проверить его память. Проведя стандартное обследование, Лурия не мог поверить результатам. Казалось, молодой человек запоминает любой объем информации. Соломон Шерешевский работал газетным репортером. На утренней летучке редактор обратил внимание, что Шерешевский не записывает его поручения, ни адреса, ни фамилии, ни телефоны. Он решил сделать Шерешевскому выговор и вызвал к себе в кабинет. Репортер слово в слово повторил длинный список поручений. После этого редактор отправил Шерешевского на обследование. Доктор Лурия был поражен. Его пациент запоминал тысячи слов и делал это без всякого усилия. Он запоминал все. Он запоминал, допустим, цифры в ряду, которые до 100 знаков. Он запоминал любой текст, даже абракадабру какую-то. И спустя даже какое-то время, по прошествии нескольких лет, он мог воспроизвести его полностью. Но у него была еще одна особенность. Он не мог ничего забыть. И он от этого очень мучился и страдал. Потому что забыть он ничего не мог. Феноменальной памятью обладал и великий Моцарт. По крайней мере, так утверждали его современники. В 14 лет он услышал в соборе Святого Петра церковную музыку. Ноты этого творения держались в строжайшем секрете. Однако музыкант, лишь однажды услышав это гениальное произведение, вернувшись домой, по памяти записал партитуру. Спустя много лет исследователям удалось сравнить нотные записи Моцарта с оригиналом. И они не обнаружили ни одной ошибки. Скрябин, такой композитор был. У него было образное такое мышление. Он ноты видел, как краски. И это был первый композитор, который, будем так говорить, соединил музыку со светом. Чтобы потом это свето-музыка производит на нас впечатление. Он экспериментировал с этим. Александр Македонский, который всех знал своих в лицо поименно, обладал этой феномологической памятью. Поэтому можно очень много людей назвать, которые действительно являются униками. Но объяснить это как-то не получается, возможно. Потому что здесь какая-то индивидуальность. Какой-то пунктик, который случился с человеком. Где-то что-то щелкнуло. Немножко переклинило. Потому что средний человек, он обладает каким-то определенным. Видимо, это тоже не зря. Есть какой-то строжевой такой реле, который нас охраняет от какой-то избыточности. Считается, что феноменальной памятью обладал родной брат Пушкина, Лев Сергеевич. Именно эта удивительная способность запоминать большие объемы информации сыграла спасительную роль в судьбе пятой главы Евгения Онегина. Александр Сергеевич потерял ее по дороге из Москвы в Петербург. Там он собирался отдать пятую главу в печать. Как назло, все черновики были уничтожены. Пайт послал письмо брату на Кавказ и рассказал о случившемся. В ответ он получил полный текст потерянной главы с точностью до запятой. Лев Сергеевич один раз слышал ее и один раз читал. Феномен, что мы можем только наблюдать этот феномен. Если мы начнем объяснять его, этот феномен, и найдем к нему разумное объяснение, феномен переставит быть феноменом. То есть тогда это в разряд обыденности. Ну, это вот так-то происходит. Поэтому и называется это, люди, такой феномологической памятью, как объяснить ее нельзя. В разные века люди пытались представить, как выглядит память. Древние греки изображали ее в качестве сотен восковых таблиц, на которых записывали новости. Средние века в виде сложной гидравлической системы с множеством труб и каналов. Позднее ее сравнивали с часовым механизмом. В 21 веке ее уподобляют компьютеру. Есть много разных определений памяти. Но если немножко их отбросить все остальные, такие чисто профессиональные, я бы сказал, что это психический процесс, который выполняет функции запоминания. Что еще? Сохранение и воспроизведение какой-то информации. Я бы еще добавил и забывание. Есть несколько видов памяти. Непроизвольное – это то, что мы делаем автоматически. И произвольное, требующее какое-то волевое усилие для того, чтобы запомнить. Существует эта память в разных видах. У новорожденных память формируется примерно так. Сначала это двигательная или кинестетическая память. Она обеспечивает запоминание, сохранение, воспроизведение каких-то движений. У младенца они очень четко проявляются. Если даже мужчина, допустим, возьмет грудного ребеночка в определенную позу для кормления, он сразу начнет протягивать губки. То есть это непроизвольное движение. Это уже память на это событие. Дальше возникает эмоциональная память. Это память, которая фиксирует чувства. Следующий этап – это образная память. Это формирование образов в голове. Они могут быть разные. Слуховые, зрительные образы. И, наконец, самый последний – это словесно-логическая память. Это запоминание, когда в процессе его играет большую роль слово, мысль и логика. Но существует ли генетическая память? Можем ли помнить то, чего помнить никак нельзя? То, чего не было в непосредственном жизненном опыте, в житейской практике человека? Есть ли так называемая память предков? Вообще с памятью очень много. Ее много исследуют психологи, нейрофизиологи и так далее. И много очень разноречивых мнений. Некоторые мнения считаются о том, что все то, что мы воспринимаем – это информация, которая определенным образом кодируется у нас и где-то там откладывается. Но чтобы так найти центр памяти, где он существует в голове у нас, этого еще не удалось найти никому. Есть определенные какие-то участки, которые отвечают за что-то. Мы с вами знаем прекрасно, что бывают какие-то травмы тяжелые. У человека там теряется память. Но потом она через какое-то время восстанавливается. А хотя поражены были именно эти участки, которые отвечали. Есть точка зрения, что память у человека вообще не существует. И каждый раз, когда он просыпается, ему дается эта новая память. В 1981 году вышла работа Роберта Шелдрика, английского специалиста в области биохимии и биологии клетки, под названием «Новая наука жизни. Гипотеза о формирующей причинности». Книга вызвала яростные споры. Доктор Шелдрик выдвинул гипотезу о существовании так называемых морфогенетических полей или М-полей. Он мол, оттуда она приходит. Вот это память. Но память как существует индивидуальная. И тогда мы должны представить себе послойный разрез этой памяти. Тогда существует и память, допустим, семьи. Тогда существует память рода. Тогда существует память народа, нации. И память всего человечества. Это какой-то глубокий такой архаичный слой, который лежит уже внутри. Это что касается термина «бессознательные процессы». Юнг, Фрейд, они говорили об этом. Они обосновали эту теорию бессознательных процессов. И Юнг говорил о том, что вся история человечества, она есть у человека внутри. В его бессознательной, так сказать, содержимом, в его бессознательной памяти. Поэтому, если мы говорим о генетической, да, некоторые вещи этой памятной передаются. Как говорил сам Шелдрик, М-поля можно представить себе по аналогии с магнитными полями, которые имеют строение, хотя и невидимы. Часть специалистов считает, что гипотеза Шелдрика может объяснить случаи параллельных изобретений, интуитивного знания, очевидную телесную память о старых травмах, силу ритуала и символов и даже эффект мозгового штурма. Сейчас утверждают о том, что какие-то сильные травмирующие события, они могут закрепляться вот в этой генетической памяти и передается потомка. Я часто встречал в своей работе с клиентами такие проявления. Вот в плане того, что, ну вот я видел. А одну женщину, которая как-то очень бережно и тщательно относилась к пище, и вот выбросить там корочку хлеба для нее, это была трагедия, она вообще не понимала ее. Вплоть до того, что она крошки вот со стола смахивала и ела. И когда мы стали немножко копать в историю, оказалось, что в принципе все ее когда-то предки оказались в ситуации, то, что называется там голодомора, когда был голод очень большой, понимаете. И вот оттуда эта генетическая память, она сработала, такое бережное отношение. С памятью связано еще одно необычное явление. Когда возникает какая-то трудная ситуация или опасность, перед человеком проносится буквально вся его жизнь. То есть что делает память? Она сразу же начинает обращаться в архив и искать там то, что ему поможет в этой трудной ситуации. Поэтому там идет все быстро, калейдоскопически, потому что угроза жизни, да, и память срабатывает как бы на сохранение. Если он находит там какой-то вариант, это может спасти его, то есть в опыте ковыряется. Еще одно необычное проявление памяти – это дежавю. Оно подобно состоянию повторного переживания ситуации. Нам кажется, что это уже было. Мы это видели, слышали. Обычно это состояние длится 15-20 секунд. Есть две точки зрения, объясняющие это явление. Одно объяснение – это то, что мы что-то видели пережитое во сне, и потом в настоящем эта ситуация очень сходная, совпала как бы, да, очень-очень похожая в реальности. Поэтому возникает такое ощущение. Оно, как правило, сопровождается раздвоением личности. Я как бы там, и я как бы здесь. Вот такое вот интересное состояние. По-другому это еще объясняется наложением двух процессов. Мы говорили о том, что память нужна нам для… Сначала мы воспринимаем, а потом запоминаем. А теперь представьте, что возник какой-то сбойчик, и эти два процесса, они наложились друг на друга. То есть, вначале прошло запоминание, а потом восприятие. Вот если это происходит, возникает ощущение дежавю. Как будто я это видел. Это такое иллюзия, будем так говорить. А восприятие, вот оно вот так вот формируется. То есть, в этот момент оно настоящее растягивается, и оно вмещает в себя и прошлое, и будущее. Вот так. Вот это вот явление, которое называется движением. Память сегодня очень много исследует. Выяснили уже многие моменты. Например, стал понятен так называемый эффект двери. Когда мы выходим из одной комнаты и заходим в другую, нередко мы забываем, о чем думали и что планировали. И лишь вернувшись, вспоминаем, почему так происходит. Для памяти дверь, оказывается, играет очень большое значение. Это как бы граница перехода. То есть, я вхожу в новое пространство. И, естественно, старое я оставляю сзади. А сзади это означает забыть. Поэтому и так и пошло. Вот, чтобы вспомнить, надо вернуться. Вот такой вот эффект двери наблюдается. Помимо этого, ученые выяснили, что тренировка памяти служит хорошей профилактикой против различных недугов, влияющих на мозг. Например, в зрелом возрасте она помогает избежать болезни Альцгеймера. Вот почему на определенных этапах, когда человечек растет, рекомендуется иногда просто зубрить. Чем больше зубришь, тем лучше тренируешь память. Она сначала бывает как бы непроизвольная, а потом уже произвольная формируется. Кроме того, есть какие-то способы, как запомнить что-то трудное. Я, например, помню, вот в мединституте мы учились, там проходили череп, а на нем столько дырочек, столько ямочек, что невозможно запомнить. И у нас существовало целое стихотворение. А стихотворение легко запомнить. Ну, тогда выстраивается какая-то последовательность, да, образов, как легко запомнить. Сейчас, как мы сейчас вспомним по латыни, до сих пор в голове это у меня сидит, как на ляминах реброза, поселилась креста за гали, сзади оса акцепитали и так далее. То есть легко запоминается. Специалисты сходятся на том, что с хорошей памятью люди отнюдь не рождаются. Да и вопрос не в том, как хороша ваша память, а в том, насколько хорошо вы ее тренируете. Известно, что если нужно запомнить какую-то трудную информацию, то можно использовать метод, который называется «римская комната». Заключается он в следующем. Надо представить себе знакомую комнату и расположить информацию в ней в определенном порядке. И в нужный момент вспомнить все будет гораздо легче. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!